с вами николай пивненко это проект дата сегодня 17 января ежегодно этот день во всем мире отмечается день детских изобретений или в ином переводе день детей изобретателей символично что даты дня выбран день рождения одного из выдающихся американцев государственного деятель дипломата ученого изобретателя бенджамина франклина замечательно что свое первое изобретение пару ласт для плавания который надевались на руки бен франклин забрел в возрасте 12 лет но теперь о родившихся в этот день 1834 год в этот мир приходит август вейсман немецкий биолог один из основателей хромосомной теории наследственности будучи убежденным дарвинистом в отличие от англичанина он считал что приобретенные под воздействием внешней среды признаки никоим образом не наследуются 1847 год в этот мир приходит николай егорович жуковский российский ученый основоположник современной аэродинамики член корреспондент петербургской академии наук под его руководством был организован первой европе аэродинамический институт проведены испытания моделей летательных аппаратов 1863 год в этот мир приходит константин сергеевич станиславский он родился в этот день а потом стал известным режиссером народным артистом ссср ну и конечно же все мы знаем что он изобрел свою собственную систему систему станиславского 1942 год рождается мохаммед али или кассиус клей американский боксер порхать как бабочкой жалить как оса такову было его спортивная кредо али достиг известности в боксе выиграв 1960 любительский чемпионат в тяжелом весе в том же году он завоевал национальный золотой приз и золотую олимпийскую медаль как лучший боксер в тяжелейшем весе большинство своих боев али завершал нокаутом противника но долгие годы на профессиональном ринге сказались на его здоровье превратив итоге в инвалида в 1960 году родился композитор игорь николаев но помимо того что он композитор конечно же еще и певец а уж перечислять песни которые поют не только звезды российской эстрады как собственно говоря ранее и советской но и все мы рано или поздно подпеваем тем или иным исполнителем 1962 год в этот мир приходит джим керри американский киноактер а в 1974 родился митя фомин российский певец но теперь о событиях этого дня 17 января 1377 год ватикан становится резиденцией папы римского самое маленькое государство площадью всего 44 гектара государство в государстве как его называют и по сей день находится время на холме манты ватикану имеет свой флаг гимн и правительство академию наук собственную газету и радиостанцию в подданных около тысячи католических священников 17 января 395 года опять же римская империя раскололась на западную и восточную вскоре восточная империя превращается в самостоятельное государство византия падение западной римской империи 476 году можно 1717 год указ петра первого предписывающий одеваться в европейские одежды этот документ предписывал боярам и окольничьим и думным и ближним людям и стольником и стряпчим и дворянам московским и диаком и жильцам и всех чинов служил им и приказным и торговым людям и людям боярским на москве и в городах носить платья венгерские кафтаны длиною по подвязку а из подней короче верхних тем же подобным а то платье кто успеет сделать носить с богоявлений его дня нынешнего 1700 года а кто к тому дню сделать не успеет и тем делать и носить кончаясь нынешней сырной недели а в 1972 году выходит свет постановления цк кпсс и сайта министров ссср о ведении нового всесоюзного физкультурного комплекса готов к труду и обороне ссср коротко готов предложение ввести всесоюзные испытания готов к труду и обороне поступило еще в тридцатом году а через год сформировали первый комплекс гто он включал 21 норматив возродили гто в 2014 году уже в современной россии был утвержден новый перечень испытаний разработаны норматива также дизайн знака в отличие их по-прежнему 3 золотой бронзовый и серебряный но и последняя 1899 год альфонс или аль капоне рождается в этот день американский гангстер из чикаго сын бедного парикмахера символ беззакония во времена американского сухого закона его банда терроризировала весь чикаго в 20-х но вот что интересно если включить сегодня практически любой телевизионный канал в нашей стране то без криминала но практически ни шагу романтизация преступников продолжается и очень часто герои злодеи переигрывают тех кто должен быть как бы правильным героем ну а если мы вспомним наши родные 90-е то многие школьники не стесняясь говорили что хотят быть бандитами ну или гангстерами как поется в песне ходим и по краю ходим и по краю ходим и по краю родному и оттуда же работники ножа и топора романтики с большой дороги а ведь согласитесь так хочется жить по законам а не по понятиям с вами был николай пивненко в проекте дата